Автобус продолжает После двух дней приключений и конкурсов ситуация в автобусе непростая. Красные, безоговорочно оторвавшиеся от других команд в Чехии, на улицах Вены несколько подмочили свою репутацию. Команда красных забыла взять на квест съемочную группу. Наши герои искали в Вене чумную колонну, городскую ратушу и золотого штрауса. Белорусы вовлекли в свои приключения даже жителей Вены. Европейцы охотно соглашались на помощь. Турнирное положение команд перед приключениями в Венеции выглядит так. Красные 11 баллов, зеленые 6 баллов, желтые 5 баллов, синие 8 баллов. БСБ Банк. Мы работаем с душой и на совесть. А впереди манящая старинная Венецианская лагуна, узкие лабиринты улиц, площадь Сан-Марко и тяжелый, но очень полезный квест. Герои будут искать то, о чем не знает ни один турист. Смотрите внимательно. Вы будете знать, как покататься на Венецианской гондоле практически даром. Чтобы окунуться в атмосферу карнавала, любви и соревнования, впервые за свое путешествие участники проекта оставляют автобус в порту Венеции и отправляются к месту сбора в самое сердце города на воде – на катере. Немного цифр в вашу копилку фактов. Исторический центр Венеции расположен на 118 островах Венецианской лагуны. Острова разделены 150 каналами и протоками, через которые переброшено около 400 мостов. Не потеряться в Венеции. В чем разница между гримани и гримани? Гримани ферри. Разлад в любви или строгий расчет? Я не буду, я перекрощусь. И серьезные разногласия в команде зеленых. Да вы не управляемые, девчонки, что вы не управлять? Итак, самый романтичный город на земле. Площадь Сан-Марко, мост Риальто, прекрасная фундамента Нова. Набережная эта красиво и безлюдно, с упоительным видом на лагуну, острова и даже альпийские пики. Прелестно. Но самое главное, там есть секретная остановка. Ребят, понимаете, я хочу, чтобы вы все осознали, что сейчас мы находимся в Венеции на площади Сан-Марко, друзья! Первый способ – это водным путем. И второй – через мост Риальто. Мост Риальто. В этом квесте мы делим вас не на четыре команды, а на две. Но за победу вы будете бороться вместе. То есть команда желтых и синих. Желтые и синие аплодисменты им. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Желтые и синие. Вы сначала движетесь к дворцу через мост Риальто. Вы его находите, да? А обратно возвращаетесь водным путем. Понятно? Да. Зеленые и красные. Вы делаете все наоборот. Вы едете в дворец водным путем, а возвращаетесь через мост Риальто. Вы можете пользоваться чем угодно. Самым важным условием, так как мы дали вам шанс быть мощными парами, вы должны снять на телефон, в этот раз уже видео, длиной 5, максимум 10 секунд. На этом видео каждая пара из команды, допустим, синих, должна целоваться. Команда, которая первая мне принесет видео, получит заветные 4 балла. И так дальше. 3, 2 и 1. Участники, все понятно? Да. Вы готовы? Да. Я засекаю время. Да. На старт. Да. Внимание. Да. Маш, вперед! Вперед! На узких венецианских улочках не протолкнуться от туристов. Подожди. Где-то на журчане. Подожди. На борце. Как называется еще? Беалка. Стоять на геропоказку. Да. На лево. Да, он же так говорит. Перед маслом. Нам показал другой вариант. Стой, 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 стой! Нам показали сюда. Сейчас. Мероса миллион. Мероса миллион. Мероса миллион. Мероса миллион. У синих, похоже, сменился лидер. Во главе команды встал Сергей, который уверенно ведет своих товарищей по Венеции. Можно сказать, синим повезло. Сергей свободно говорит по-итальянски. Окей. Бежи, бежи, бежи. Еще мне нужно 30 евро. Быстро 30 евро. Ехтого? Желтые, в отличие от синих, неторопливы. Они скорее прогуливаются по Венеции. Впрочем, если считать, что главное это участие, ребят можно понять. Прогулка-то по Венеции. По уже сложившейся традиции, желтые умудряются быстро заблудиться. Подожди, надо определиться в какую сторону пойти. Она на ханку открыла. Вообще, в другой стороне. Ну, вот тут. Это это? Ну да, гремани, палаццо-гремани. Ну, это музей. Гремани, да. А палаццо, это как замок? Палаццо-мой, это дворец. Ну, пошли смотреть. Мне кажется, синие уже отснялись, и уже на гондоле. На помощь желтым приходит символ Венеции – гондольер. Санта-Мария-Формоза? Кампус, Кампус, Санта-Мария-Формоза. Окей. Мы уже слышали. Все, давайте, это уже сто раз, это же точно там, по-любому. Желтые сталкиваются с красными. И тут они решают сыграть грязно. И обманывают красных, отправляя их в неправильном направлении. Движущая сила желтых – девушки. От парней явно больше шума, чем толку. И тут неожиданная встреча. Желтым явно везет. Придите вперед, будет мост. После моста, опять налево, направо, еще раз налево. Мост, направо, налево, направо. Или наоборот. После моста налево, потом направо, еще раз налево. Есть еще одна фраза. Реалити-шоу автобус на камеру. Пожалуйста. Реалити-шоу автобус. Громче так. Реалити-шоу автобус. Желтые победят. Откуда ты вообще? Я с утра еду. Желтым, наконец, везет. И они находят конечный пункт квеста. Осталось только снять поцелуй на камеру, и миссия выполнена. Было нет, говорит. Партнер показа – новое поколение шин «Артмоушен Хай Перформанс Эчпи». А вот у «Зеленых» дела обстоят не очень. Команду сотрясают разногласия. Я сказала, стойте здесь, я сам машину найду. «Зеленые» недовольны своим капитаном и не скрывают этого. Капитан, а что с капитаном? Капитан стоит и молчит. Да вы не управляемые, девчонки, что вам не управлять? Масла в огонь добавляют то, что «Зеленые» не смогли найти общественные гондолы и наткнулись на частных извозчиков. Но ребятам удается преодолеть разногласия, и они нанимают катер. За все 50 евро, ребята, залазим. Давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте, давайте. БСБ Банк. Мы работаем с душой и на совесть. Участники возвращаются на пьяцца Сан-Марко. Первыми приходят синие. Раз, два, три! Макс, Макс, стой, стой, стой! Вы уже второй раз становитесь первыми. Расскажите, какие у вас эмоции? Зашкаливает. Это реально тепло. Это все. Макс, реально приятно, приятно побеждать, занимать первое место и знать, что команды боятся, боятся, боятся нас. Вторыми приходят сумевшие все-таки сплотиться «Зеленые». Друзья, вы в курсе, что вы пришли вторыми? Что случилось? Мы потеряли сумку, мы сейчас на ней вернемся и принесем обратно, и все будет, как и было. А чью сумку потеряли? Марина. Марина, и как же, расскажите, что, почему так произошло? Я сумку отдала Ильге, говорю, поноси ее, а Илья ее забыл на том месте. Как проявил себя капитан в этом конкурсе? Расскажите, кто-нибудь, но не капитан. Я, скажу, в этом курсе я растерялся и проявился с не очень лучшей стороны, поэтому, ребята, я перед вами хочу извиниться со завтрашнего конкурса. Я буду, как и обещал в первом интервью, когда мы брали в Чехии еще, я говорю сразу, я буду жесткий и жуткий командир. Буду хватать девушку у вас за волосы, даже если вы будете сопротивляться и орать. И тут появляются красные. Они уступили зеленым всего лишь одну минуту. Но к красным возникает вопрос, а все ли члены команды выполнили условия? Поцелуй. Вам не кажется, что одна пара не целовалась? И Леша, почему ты не целовала Машу? Целовали. А есть доказательства о том, что мы не целовались? Друзья, давайте посмотрим видео. Может, ты возьмешь инстанцию в свои руки, почему девушка отмекивается, а ты стоишь и улыбаешься? Но Мария, капитан красных, категорически отказывается целовать своего партнера. Оказывается, что молодые люди не строят отношения, а просто участвуют вместе в проекте в надежде на главный приз – исключительно деловой подход. В это время желтые продолжают прогуливаться по Венеции. Судя по всему, команда просто решила провести время в свое удовольствие. Соответственно, последнее место. 10 евро центов у меня золотых. Так, а что надо делать? Согадать желание или члены? Да, такое, что, ну, про меня. Не про тебя? У тебя еще есть... Хочу, чтобы Юлька никогда больше не была в Венеции. А, номер долг! Желтые в Венеции! Команды покидают Венецию. Квест пройден. Их ждут новые приключения. Но город не хочет отпускать ребят. Даша и Василий чуть было не опаздывают на отходящий катер. Еще бы! Ведь Венеция – город любви. Несложно потерять голову и забыть о времени. Партнер показа – новое поколение шин ArtMotion High Performance HP. Пока все участники отдыхают после квеста по Венеции в пригороде Древней Падуи. У новоиспеченной пары Юли и Игоря намечаются первые проблемы. Юля явно недовольна поведением своего избранника. Это был косяк. Венеция. Город любви. Окей, мы выполнили задание. Я ожидала романтического приключения в этом городе. В итоге я получила одинокий ужин в ресторане. А мы заселились в отель. Мой мужчина ужинал и пил вино с другой женщиной. С Ириной Реут. Я в шоке. И тут Игорь умудряется огорошить не только Юлю, но и всю съемочную группу. Да, есть отношения, но я думаю, что мы… Где отношения? На проекте или в Минске? В Минске есть отношения. Почему ты меня об этом раньше не сказал? Ну, потому что я не думал, что вот… Что так сойдутся звезды. И я, может быть, помимо проекта… Давай начнем с того, что я… Послушай, давай начнем с того, что ты не будешь перебивать меня. Было мало времени подумать, что у меня есть девушка в Минске. Ну, я забыл просто. Как можно забыть, что у тебя есть девушка в Минске? Объясни мне. Пока влюбленные ругаются или тешатся, мнения участников насчет самой сильной пары разделяются. Одни считают, что это профессиональный тренер Павел и его нежная подруга Татьяна, изначавшей проигрывать команды красных. Другие голосуют за Евгения, строящего автобусную карьеру, с помощью своей пары – капитана «Желтых» Екатерины. И ту, и другую пары считают самыми яркими на проекте. Самые слабые пары – это те, которых не видно не то, что в проекте, а вообще среди даже коллектива, которые… ну, люди, которые теряются. У Паши и Тани есть шанс и как бы так на победу очень большой, потому что они настоящая пара и… Ну, возможно, по-моему, это факт, что они, как бы, у них, может быть, чуть было больше времени пообщаться друг с другом, как-то сблизиться, познакомиться. Тем самым, ну, что ли, им проще, быстрее найти общий язык, каких-то, как-то же, вот таких вопросов, спорных моментов. На следующее утро после Венеции в пригороде Древней Падуи участники проекта собираются со своими чемоданами на автобусное вече. После сложного, но очень насыщенного дня в городе на воде молодые люди еле переставляют ноги, тем более, что продюсеры подняли их фактически на рассвете. Шорох чемоданных колесиков в эти минуты – единственное, что нарушает утреннюю тишину сонного пригорода. Доброе утро, уважаемые участники! Как ваше настроение, друзья? Случай! Ребята, мы хотим подвести итоги вашего испытания в Венеции, а также огласить промежуточные баллы в наших соревнованиях. Первое место заняла команда «Синих». Аплодисменты. Они получают 4 балла. Второе место заняла команда «Зеленых». АПЛОДИСМЕНТЫ Они получают 3 балла. Третье место занимает команда «Красных». АПЛОДИСМЕНТЫ Она получает 2 балла. И четвертое место, почетное, занимает команда «Желтых». Аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь пришло время разобраться с внутренними проблемами команд. Еще в Вене «Зеленые» открыто выразили недовольство своим капитаном Максимом. А «Красные» стали выражать меньше восторгов по поводу авторитарного стиля управления Марией после того, как команда начала проигрывать. В команде «Синих» капитан явно идет вторым номером за более опытным и бескомпромиссным Сергеем. И только «Желтые» довольны Екатериной. Командам предлагается официально переизбрать капитанов. Конечно же, при желании. Мы готовы без рассуждения. Итак, команда «Синих», скажите, пожалуйста, кто у вас на данный момент капитан? Игорь. Игорь. А кто у вас становится капитаном? Игорь. Если «Синие» оставляют все как есть, то «Зеленые» настроены более решительно. Команда «Зеленых», кто у вас был капитаном? В нашей команде был капитан Максим. Отлично. И кто остается капитаном? Сергей. Сделали меня капитаном. А, давайте еще раз. «Зеленые»? Супер-супер, секунду. Красные решают, что молодая банкир Мария должна остаться у руля команды. Желтые также принимают решение не менять своего капитана. Мы решили присвоить мне очередное звание майора нашему капитану Екатерине. Аплодисменты. У вас была Екатерина. Команды определились с распределением обязанностей среди участников. И сейчас их ждет первое испытание, которое поколеблет их веру друг в друга. Каждая команда должна изгнать одну, самую слабую, по общему мнению, пару из своих рядов. Кто же окажется за бортом и покинет сегодня проект? Сейчас вас ждет голосование. Из каждой команды нас прямо сейчас покинет по одной паре участников. Решение было принято сразу. Тим, сплетник, который разносит неверную информацию между мной и Ириной, между другими участниками. Это слабая извиненовка команды, и мы не хотим, чтобы такая личность была. Это пара. Из нашей команды эта пара самая слабая. Пара, как мне кажется, она неинтересная, неискренняя, полная фикса. Поэтому я хочу, чтобы она сегодня покинула наш телепроект. Эти ребята, они как бы не могут до конца определиться с тем, как бы в паре они, не в паре. Мнение красных разделились поровну. Одинаковые шансы на вылет получили пары. Полина, Сергей и Алексей столько, что восстановленный в своих правах капитаном Марией. Где же логика? Участники ждут результатов голосования. Напряжение достигает своего апогея. Даже обычно уравновешенная и насмешливая Мария нервно кусает губы. Она не привыкла проигрывать. Алексей, Маша на самом деле себя не проявляют. Мы голосуем против них. Осталось решить, как поступить с красными, у которых одинаковые шансы на вылет имеют две пары. И тут Полина и Сергей решают удивить всех. Я хотел бы подарить ей сейчас цветок другой. Пожалуйста, открой. Влюбленный Сергей дарит своей избраннице венецианскую хрустальную розу. Пусть эта розочка напоминает тебе Венецию всю жизнь. Большое спасибо. Но у Полины оказывается свой взгляд на романтику. Я понимаю, что все-таки я хочу быть с Тимом. И мне с ним намного интереснее, приятнее и комфортнее. Вот это поворот. Бедный Сергей. Молодой человек просто спал с лица, хотя и старается изо всех сил выглядеть бодро. А Полина уже воркует о чем-то с Тимом в стороне. Но надо что-то решать с тем, кто покинет команду красных. Здесь слово за продюсерами. Их задача решить, кто интереснее и оригинальнее на проекте. И на самом деле привносит свою изюминку в игру. Продюсеры решают дать еще один шанс Алексею и Марии. Хотя молодые люди всего лишь играют в отношения. Но эта игра, по мнению съемочной группы, удается им лучше, чем любовь у их противников. Мы в шоке находимся сейчас. Дайте нам осмыслить, немножко пережить сказанное. Потом, конечно, комментарии наверняка последуют. Да, ребята? Да, да, да. В рту прям пересохло от переживания, от волнения. Уважаемые участники, вы сделали свой нелегкий выбор. Это очень тяжело. Парам, которые прямо сейчас покинут нас, я хочу сказать огромное спасибо. Вы проявили себя очень хорошо во всех состязательных моментах, которые мы приготовили для вас. Для нас это, поверьте, это большая потеря. Я, как думаю, и для команд то же самое. Но в любом случае, вы огромные молодцы. Просто автобус едет дальше без вас. Я прошел взять вещи и покинуть проект прямо сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Кто глубже нырнет, тот и их тяндр. Автобус на знаменитом озере Маджоре. На старт! Внимание! Ныряй! Чужие среди своих. Кто оказался слабым звеном на проекте? Приглашаю первую пару, красных, для того, чтобы проголосовать за то, кто покинет проект. Где в Древней Пады найти Франциско с Карину? На пару с мамой все равно выйдет, сколько бы пары мы не набрали. И потери желтых. Дашу похищает влюбленный итальянец. Путешествие продолжается. Нечего делать, иди в люди. Нами еще не стоптан глобус. Где-то катится на маршруте. К счастью, автобус. Он может быть старым и новым. Водитель хмур, а может и весел. Верь или нет, ты узнаешь скоро. Твоя судьба на соседнем кресле. Жизнь прозекает по параллелям. И нам никак не пересечься. Но стоило сесть в этот автобус. И на дворик у нас вечно. Редактор субтитров А.Семкин